Значит, мы сегодня обсуждаем возможность множественности антологии. Это у нас реакция на тот доклад, который нам делал Женя Берсеньев две недели назад. Значит, что такое антология? Антология – это наука о том, что есть поистине. Ну, что есть на самом деле. Вот такое странное определение. То есть, всё, что является существенным. Ну, представьте себе, мы смотрим на некий предмет и думаем, например, на этот стол, что он есть поистине. А поистине он и есть с точки зрения физика просто скопление большого количества молекул. Вот молекулы есть, и они образуют для нас стол. Вот такова первая интуиция антологии. У нас есть различные философские течения, которые эту антологию обосновывали. Для нас наиболее интересным оказывается антология Декарта. Что такое в антологии Декарта? У него есть две вещи, которые существуют, несомненно, то есть которые действительно есть, которые мы и можем помыслить иначе, как несуществующие. Мы мыслим вещь мыслящую, и понимается, что эта вещь является на самом деле существующей. С одной стороны. С другой стороны, мы смотрим на вещь по тяжелой, и понимаем, что в её идее заключено то же существование. Что такое вещь мыслящая? Весь мыслящая – это когда всё, что перед нами не предстаёт, является нам в форме мысли. Кактус, микрофон, что-либо ещё, любое знание, с которым мы имеем дело, оно оказывается, возможно, в форме мысли. И согласно упражнению Декарта «Я мыслю, следовательно, и существую», возможно, ситуации «Я знаю, что знаю». «Я знаю, что знаю микрофон», «Я знаю, что знаю кактус». Таким образом, всё, что перед нами является, если мы его мыслим по знакам вещемыслящей, оказывается, имеет форму мысли. И в этом смысле мы можем говорить о существовании. Но, к сожалению, не о существовании кактуса, не о существовании микрофона, а о моём собственном существовании. Иначе дело обстоит с вещью протяжённой. В вещь протяжённой – там у нас есть пространство. Любой у нас предмет, например, кирпич, он прямоугольный, керамический, красный и так далее. Именно краснота и керамичность – это его свойства. Но ещё, кроме того, он является как внешний предмет, собственно, предмет. Эта философия Декарты называется пространственностью или протяжённостью. Мы видим, что пространственность или протяжённость имеет отношение не к свойству предмета, а имеет отношение только всего лишь исключительно к предметности как таковой. А прямоугольность что-то такое? И прямоугольность также, да. Нет, но это пространство? Ну, в этом смысле да, но протяжённость вещи, протяжённость как протяжённость, она не имеет отношения к прямоугольности. То есть у нас протяжённость вещи выступает иначе, чем свойства или преликаты вещи. И тогда оказывается, что делает предмет существуем еще? А его протяжённость. И не только другое. Ничто иное. Мы видим, что таким образом нам в самом факте либо явленного всякого знания, либо явленного предмета удалось вычленить две составляющих. Одна составляющая, которая в связи с мыслями неиндиферентна к бытию, и вторая составляющая, которая к этому бытию неиндиферентна, его определяет. Вот, например, протяжённость вещи у нас определяет бытие вещи. То есть мы в самом факте явления кирпича, его свойства, красноту, даже, как ни странно, прямоугольность, и даже, как ни странно, красноту и керамичность, мы отличаем от её простой протяжённости, которая у нас отвечает за бытие. В результате у нас возникла очень своеобразная антология. То есть у нас с протяжённостью у нас вещи оказалась связана определённого рода антология. Мы видим, что предмет существует благодаря тому, что он протяжён. А остальные свойства его относятся к его протяжённости и неиндиферентны. Посмотрим с этой точки зрения на предыдущие упражнения по правду протяжённости, принадлежащие Аристотеле. Аристотель говорит, что форма шара делает медь-медью. Но это что означает? Можно ли форму шара отличить от собственной меди? В Аристотельской концепции нельзя. Поэтому, конечно, для Аристотеля форма шара делает медь-медью, но, с другой стороны, как некое чистое абстрактное пространство, её выделить получается нельзя. В отличие от Канта и Декарта. Для Декарта протяжённость оказывается простой, чистой, стерильной и однородной субстанцией бытия. Самое интересное, что у Канта, это не субстанция бытия, а у Канта. Да, действительно, да, правильно. Но отсюда что следует? А что следует, что когда мы видим пространство, с вами никакого бытия не видим. Может быть, мы видим просто чистую форму своего чувства. Да, но вопрос, вопрос, но тогда вопрос. У Канта означает, что когда мы работаем дело с формой протяжённости, то есть формой внешнего чувства, не означает ли это, что мы таким образом мыслим вещь как трансцендентом для нас, то есть находящаяся напротив нас? Вроде бы означает. И в этом смысле можно сказать, что форма протяжённости, в этом смысле, у Канта отвечает за бытие не меньшей степени, чем вещь протяжённая УДИ-карта. Не, ну вообще странно, что какой-то аспект опыта может отвечать за бытие. Да. Но это и странно. Вот ты изначальный тезис вывёл такой, который странный. Да, вот это странный такой тезис, который говорит, что у нас есть некоторое событие, это явленность либо знания, например, мышление числа 2, или явленность какого-то нам предмета, но тем не менее в нём только часть отвечает за бытие, за антологичность, а всё остальное к этому бытию не индифферентно. Почему мне это важно? Потому что мы пытаемся выстраивать то, что, казалось бы, для классической философии совершенно невозможно. Пытаемся выстраивать возможность множества антологий. И это именно тот вопрос, который я сегодня выношу на обсуждение глубоко уважаемой републики. А почему невозможно? Если у Канта одна антология там, как будет? Каждая антология считала себя единичной, да. Единственное возможное. Мы исторически знаем, что их много было в разных вариантах, но каждый из философов считал, что возможна только одна, и та, которую он предполагает. Которая, конечно, да. В этом смысле особенно интересно следие Баруха Спинозе. Почему оно наиболее интересно? Потому что он говорит, что что такое, ну, мы как мы понимаем, что в антологии связано антологическое приказательство бытия Божьего. То есть некой сущности, в идее которой заключено существование. И он считает, что нашему конечному разуму она возможна всего лишь в двух способах. То есть в форме вещи мыслячьи и вещи протяжённые. Но интересно, что в форме двух. Вот основание множественности антологии. Сам Спинозе говорит, что вот этих атрибутов, а атрибут, с точки зрения Спиноза, это то, что конечный разум представляет себе абсолют. Под каким видом? Вот, например, мы, мысляя вещь протяжённую, мы таким образом, это можно только доказать, не можно понять непрерывно в качестве непотребления знаний, представляем себе абсолют, который за всем этим делом скрывается. То есть такая сущность, в идее которой, то есть сущности, которая состоит в её существовании. Но интересно другое, что тем самым Спиноза постулирует бесконечное количество атрибутов, которые могут быть абсолюту. И каждому из них, безусловно, может быть сопоставлено в основании определённая рода антология. Вот этот тезис, который у Спинозы появляется, что с одной стороны у нас есть один абсолют, а с другой стороны этот абсолют мыслится в рамках конкретных множества, бесконечного множества вообще говоря, антологий. И как минимум двух антологий, то есть двух вещей, существующих, несомненно, которые есть в философии Декарта. То есть чистоты формы данности знания, как знания, и чистоты протяжённости, то есть предметности, как предмет. А получается ли так, что есть много аспектов реальности, можно по категориям произвести? Есть пространственный аспект, есть временный аспект, есть аспект качества. Ещё по каждому аспекту отдельной антологии? А вот это непонятно. Я не вижу, что здесь категории... Просто категории потому и выделены, на самом деле, что они никак не пересекаются. Категории про количество и всё, что... Ну, и чего, и чего, и как можно из идей количества получить... Просто дело состоит в том, что мир... Есть два разных понимания того, что такое, так скажем, региональность бытия. Можно понимать, что под каждым определённым родом понятием скрывается целый мир. Потому что, когда мы сквозь это понятие смотрим, сквозь количество, всё превращается как бы в количество. Когда мы смотрим сквозь качество понятия, мы всё видим как... Так ладно, да пусть... Когда мы акцентируемся на времени, у нас всё временное становится. Когда акцентируемся на пространстве, всё пространственное. Потому что это как бы своего рода те стёкла, на которые мы смотрим через мир. Но с этой точки зрения нельзя говорить о том, что много антологий, да? Но почему-то, если ты говоришь, что у нас есть две субстанции, протяжённая и мыслящая, то возникают две антологии. Это надо как-то пояснять. Да, две антологии. Потому что фактически рассмотрение с точки зрения пространственности и с точки зрения мысленности это просто один из способов относиться к миру с позиции какого-то аспекта. Мир в многоаспекте. Это не способ относиться к миру с позиции какого-то рода аспекта. Я объясню, почему с позиции аспекта. Потому что на самом деле, и это выяснил в классической философии, что эти субстанции, мыслящие и протяжённые, это есть на самом деле следствие того, что у нас есть две существенно разные способности. способность ощущения и способность мышления ощущение мы схватываем в мир этого пространственности а мышление мы и умысл и поскольку эти две способности независимы друг от друга то из-за поступок как бы мир у нас как бы удваивается до удваивается на мир который постоянно нами ощущаете на мир который мыслится и все тут как бы нету никакого фокуса энтологии не появляется просто человек устроен так или вот прям может придумать любой прибор до которого будет иметь два датчика по уровню одного датчика будет один мир по уровню другого датчика будет мир другой допустим эти датчики совершенно ортогонально не одну и ту же информацию это разный один мерить температуру а другой допустим мерить давление ну и там не давление лучше приду учить когда счет мерить высоту два мира высоты и температура была все-таки антологии разными то есть скажем мы выделим этот дуализм да а дальше что мы ставим а чего начнем плясать главу глаз что ставим сможем поставить вечер протяженную вот и создать скажем материалистическую антологию в которой наше мышление будет выступать лишь никто модусом некое свойство высокоорганизованной материи это вот описание я вообще наверное антологию определил так это объектное описание мира вот когда мы что-то выделяем некий вот объектно философию если мы мыслим категориально это у нас будет миссиология если мы мыслим причинно-следственно и формально это будет логика то есть взаимоотношения если мыслим объектно то есть что-то вот выделяем то есть это будет антология в зависимости от того что мы положим как исходный объект положим исходный объект бог или мысль или абсолютно слово положим то есть положим да слово положим полагается на некую роду антологию что можно что-то положить нет в основе вашими формальной якобы многими антологи скрывается некая антология на столе которого вы можете считать что что-то можно положить нет во первых антология это все-таки некая формальная система это не не мир не мир как таковой а способ описания антологии это способ описания вот в этом способе описания у вас уже заранее есть некого рода аксиона что что-то Так я и говорю, что вы уже, находясь в рамках некоторой антологии, питаетесь разговаривать об антологии. А я говорю о том, что на самом деле есть некого рода антология, до всяких антологий, до всяких разговоров. Нет, 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 нет. До разговоров антологии быть не может по определению, потому что антология – это не мир, а способ его описания, это разговор, это способ говорить. Вы, говоря так, опять же, находитесь в рамках своей. А я говорю о том, что изначально что-то существует, а потом, на самом деле, существует наш способ об этом говорении. Существование председательствует, а потом об этом говорении. При этом ставится вопрос, а это подразумевает единственный способ оговорения. Это неизвестно, это вопрос не относится к делу. Как же нет, как раз это и относится к делу. Антология – это способ оговорения. Если вы подозреваете, что это и существует только один способ оговорения, соответствующий тому, как на самом деле, то действительно антология одна. Хорошо, но это не философский вопрос, это вопрос теологический. Почему? Ну, потому что желание один, не один – это вопрос внешний. Вопрос существенно состоит в том, что действительно разбиваются ли мир на свои аспекты. Есть антогональные аспекты – пространство, всевременность, качество, количество и много других аспектов. Не, не, не так, Влад, это немножко не точно. Аспекты – это правильно, но аспекты – это другие. Мы можем ли разбить мир на сущность существования? Вот в чем дело. Можем ли мы… Однозначно. Можем ли, да, мы можем ли в мире выделить в сущем, можем ли выделить такую сущность, да, которая будет отвечать нам только за существование. А другая часть сущего, то есть другая сущность, она за это отвечать не будет, она будет подчинена ему. Вот если такой вопрос возможен, то вот тогда разговор об антологии существует. Но антология, хочу еще раз заметить, с моей все-таки точки зрения, это не способ описания, это не язык. Это вот то, что вот именно мы вот смотрим, кауза суя, причина самого себя. То есть такая сущность, в которой как таковое положено ее существование. Но тут я была там соглашусь, это вне языка быть не может. То есть я в любом случае вижу то, что могу описать. Да. То есть это совмещено, это не отдельно. Действительно, это не наука. То есть антология – это не та наука, где вот есть предмет и есть теория, которая его описывает. Но антология как бы, она все равно теория, но она совмещена самим взглядом, самим восприятием. Совмещена. Теория, здесь нет отдельного восприятия, а потом конфигурация этого восприятия в теорию. То есть сама теория и определяет это восприятие. Ну, в едином смысле… Но возможно ли разные… Нет, в едином смысле это так. Ну вот, например, вот эта философская традиция, с которой я начал, вот она полагает, что вот можно из некоторого простого способа, например, просто из анализа моего знания какого-то еще, понять, что в нем отвечает за бытие, то есть получить эту вещь мыслящую, и понять, что он является предходящим. Например, корень из двух обладает определенными свойствами, что при возведении его в квадраты будет равняться двум. Ну что здесь отвечает за бытие, форма мыслимогости? Все, только форма мыслимости. Вот такой пример. Точно так же в кирпиче в этом краснота его отвечает или что-либо за бытие? Нет, протяженности. Влад, вопрос такой. Существует множество антологий исторические. И как мы должны к ним относиться? Как в науке к несостоявшимся неправильным теориям? То есть был теплород, то есть в науке мы как бы действительно, вот была теория какая-то античная, потом средневековое представление, и сейчас вот наука, вот считается набор теорий, они создают некоторый взгляд более-менее принимаемый и истинный, и все. А к философским теориям, как бы антологиям должны относиться, что они не верны, что Кант Платона и Платина опроверг и Гегель. Можно считать, как Гегель считал, что каждый просто рассмотрит отдельный аспект. Да, так это, значит, разношем антологии. На самом деле, надо все собрать из этих разных антологий. Но не получилось у него. Может у Гегеля лично получилось? Если бы проект Гегеля получился, тогда бы сказали, да, что это есть всего лишь моменты, аспекты одной антологии абсолютной. Да. Но на данный момент, на данный момент мы этого не имеем. И поэтому нам остается думать. Либо, либо, все-таки каждый этот аспект является самостоятельной антологией, самостоятельной проекцией и невозможной единой. Либо мы просто еще не дожили, сейчас придет некий гений, который создаст единую, самодельную, соответствующую реальности антологию. И все остальные, всю философию мы перечеркнем, и заводим, как страшный сон, как средневековую науку, там. Донаучное представление. Ну, это вопрос, наверное, не разрешаем, да. Потому что у нас нет критерия, на основе которой мы одну отбросим, а другую оставим. Да. И поэтому я бы склонился к тому, что антологий много. И их много именно не потому, что... Исторически. Исторически не потому, что они неправильны. А потому что... Здесь правильно я сказал, что это взгляд конкретного человека. Вот конкретный человек видит вещь так. Ну, а другой видит иначе. Ну, скажем, должны ли мы отрицать антологию буддизма? Потому что они друг по иначе видят мир. У них в языке, во взгляде, в восприятии, в мышлении они видят мир иначе. И мы должны сказать, что их антология не верна, и у них нет антологии. А антология вот наша, европейская, правильная. Значит, у них тоже антология. Значит, ну вот... Здесь еще есть вопрос по отношению исторического европейских антологий, что, ну вот, как бы, вот... Некое восхождение есть, может, там, от Платона до Гегеля можно восхождение. То, если мы соотнесем с гуддистской, с ведической антологией, с Адвайти-Ведантой, то мы поймем, что это совершенно другая антология, и никак не совместима с европейской. И она другую не отрицает. Проблема-то в чем состоит? Языковая философия языка считает, что это проблема языковая. На самом деле язык разный, да, и как бы нет возможности редуцировать один язык другому. А так как язык плотно, как Вы правильно говорите, связан с реальностью, то фактически и реальность у нас разная. Разная. Хотя, может быть, мир один. Может быть. Ну, то есть, можно гипотетически считать, что мир один. Здесь вопрос такой тогда возникает. Вот когда мы говорим «мир один», мы подразумеваем его уже антологичность или нет? Можно ли мы подразумевать, допустим, мир один? Но наше восприятие всегда антологично. Антология возникает, не существует в мире, а именно в нашем восприятии антология возникает. И поэтому мы, даже согласившись на том, что мир один, и един, и одинаков, и для них одинаков, но антологии у нас разные. Да. Но в этом возникает какое-то лукавство. В едином мире могут быть разные антологии. И это проблема, которую пытался Гегель, в частности, разрешить. Да, пытался, но, по-моему, мы увидели, что он создал еще одну антологию наравне, но при этом не поглотив предыдущие антологии. И вопрос об истинности. Опять же, с позиции, как мир-то один, как может быть разный взгляд на мир? А сейчас мы как бы признаем, что может. Потому что, поскольку языки разные существуют, традиции разные существуют. Ну, тут причина следственной языки является причиной левизы следствия, но мы все равно понимаем, что в языке антология существует. И отражает антологию, или порождает антологию, то есть уже некое единое целое. И действительно, да, то есть антология, ну и по канту, антология возникает в восприятии явленности вещь, как она мне явлена. А если какая-то вещь в себе там, что там за ней лежит, это вне антологии. Поэтому, и встает вопрос, что нам даже педагогически делать? Пытаться, как в Советском Союзе, навязать одну антологию, правильную, всех ее учить? Либо и предлагать, а теперь посмотрим, вот с этой точки зрения, с буддийской, ребята, значит, вот мир вот так отражается. Вот это такая антология, вот все, смотри, посмотрели, а теперь с этой стороны посмотрите. Вот кантовская антология, вот она вот так вот. Вот есть антология языковых игр, пожалуйста, мы тоже воспринимаем. Это большое искушение, на мой взгляд, неправильное, постараться понять антологию как точку зрения на мир. Или точку зрения различного языка описаний. Это же все-таки немножко не так. Здесь есть проблемы. Ну, давай попробуем. Ну, вот я не знаю. Я помню, что Александр говорит, что любой язык, любое описание, инкорпорировано в некую антологию. Хочешь ты того, не хочешь? Я понимаю, я понимаю, что это точка зрения. Это не нижний уровень. Это не явно, может, высказано. Понятно, я понимаю, что антология является точкой зрения. То есть некая установка восприятия. Правильно или нет? Ну, да. То есть, скажем... Ну, это немного не так. Вот в чем, в чем дело? Вот сравни, вот я вижу вещь протяженную, да. И вижу в этой протяженности некую сущность в этом пространстве, да. И вещь, как явлено в нем пространстве. А я смотрю с другой стороны. Смотрю в событийной антологии. Я вижу поток событий. Там нет пространства, да. И я вижу... То есть я мыслю вещь, как некое множество событий, явленных мне вот таким способом. Вот. И что соответствует миру? Какой мир? Обратите внимание, почему я вот на этом тезисе настаиваю, что необязательно точка зрения связана с антологией. Потому что точка зрения, по большому счету, очень часто не говорит о бытии. А в то время как... Нет, ну не всякая точка зрения антология. Но любая антология является... То есть вопросы... Естественно, что может внутри одной антологии может разных... Вопрос же тот же Спиноза, этот вопрос подробно исследовал. И для него он сделал вывод, что для человека возможно только две адекватных антологии. Только две. И это не точка зрения. Я как раз хотел этот вопрос поднять, что на самом деле я не даром про много аспектов из этого говорил. Потому что есть другие аспекты, которые точно так же мир разбивает. Так правильно. А какие-то плоскости. Допустим, вот сейчас вот говорил Александр, что вот есть пространство, есть время. Да. И в каком-то смысле... Личный подход это пространственный подход. Чувство. А событий на антологии это временной подход. Понимаете, вот тут же самый кирпич можем разбивать по другому смыслу. Можем его красноту противопоставить его керамичности. Два различных его предиката. Но они не зададут... По категории. Да. Но они не зададут нам антологию. Вот в чем дело. Вообще-то вот Александр развивается в интимной антологии. Время это тоже остается в категории. Они антологию не зададут. Почему кирпич не задается своей протяженностью? Уверткий кирпич может быть совершенно разным. Да. Вот протяженностью он антологию... Я предлагаю такой тезис. Вот скажем, антология она подразумевает некую законченность. Некоторую замкнутость. Некоторое описательное единство такое. И если мы говорим, что антология едина, тогда мы должны подразумевать, что и мир обладает некой единой законченностью описания. То есть вот он может быть нам явлен в некой логической целостности. Но, скорее всего, мир не явлен. И поэтому любая попытка создать антологию является частичной. Я же говорю, что всегда есть искушение впасть в еле с антологического верстака. Когда берут тебя, создают антологию из подручного материала, что у тебя есть. Это же совсем немножко не так. Потому что вопрос настоящий, это же простая и банальная мысль по поводу того, что есть различные точки зрения. Один видит в одних ситуациях черта, другой инопланетянин. Нет, но ты как бы... Нет, это не проблема. Нет, они говорили о буддизме и, скажем, европейской антологии. То есть даже всей философской традиции, можно сказать, что это отличивает и европейская антология, и буддистская антология. Они разные. И это не точки зрения какие-то. А это разные миры вообще. Да, они безусловно разные миры. Вот эту самую многомерность, да? Многоверимость. Её как-то надо понять, не сводя её к точкам зрения. Мы не сводим к точкам зрения. Нет, ты же говорил об этом. Я говорю, что есть аспекты. Допустим, пространство и время. По ним разбилась антология, да, допустим. Почему она по ним разбилась? Потому что вот Александр развивалась событийной антологией. Классическая философия, пространство и экология развивалась. На самом деле так. И сводила время в каком-то смысле к пространству. Все сводило к пространству. То, что весь мир был закончен, а как бы остановлен, как снимок такой, да, в пространстве, как бы развернулся и все. А время, как бы, это было просто дополнение, которое как бы удлился еще и во время. Нет, потому что он же нам говорит. Нет, а теперь я просто другой аспект возьму. Вот есть психофизический дуализм. Он вообще как бы даже к этому разговору как бы сбоку приносится. Но на самом деле он есть. Состоящий в том, что на самом деле есть как бы некого рода психические процессы у нас, а есть некого рода телесные реакции, то есть телесные какие-то события, которые связаны с этим психическим процессом, которые его описывают. И на самом деле одно с другим никак связать невозможно. То есть можно, либо мы говорим о психической жизни человека, скажем, да, либо мы говорим о том, какие процессы у мозги происходят. Да, но обратите внимание, что подобного рода разговоры, психофизические различения, антологии нам не задают. Дело не в этом. Дело состоит в том, что есть психология, которая дает им отношение к этой проблеме. А это сама проблема не задает? Смотрите, есть другое, другое спектр. Физически есть, то есть это четыре взаимодействия, да, там, как бы, которые мы знаем физически. И как бы хочется, там, и все физики этим занимаются, как бы, свести все по-другому. Не сводится. Вот есть гравитационное существенное, есть там электрослабое взаимодействие, есть там сильное взаимодействие. Опять разбиение по аспектам, понимаешь? Опять мир как бы расслоился и развалился на регионах. Да, ну прошу прощения, но при этом... Подождите, подождите, вопрос, о чем происходит? Вот это разваливание мира по регионам, может оно существенно является свойством мира? И это дело не только в том, что ты увидел, что по аспектам мышления и ощущениям мир развалился, а может быть много таких разных аспектов, по которым мир разваливается. Допустим, дискуссию взять. Есть политика, есть искусство. Это политика говорит о власти, искусство говорит о красоте. Есть, скажем, там, этика, говорящая о Добрезле. Есть, как бы, метафизика, говорящая о бытии. Есть, допустим, гоносеологии. Все эти аспекты тоже свести в одну невозможно. Смотрите, я как раз с этой штукой работать умею, вот как ни странно. Вот с этой штукой я работать умею. Я утверждаю, что антология у любителя красоты, любителя власти одна и та же. Нет? Быть может, надо проверять. Вот этого не надо проверять. Почему же надо говорить, что это классический подход, что мир един, и все аспекты этого мира должны быть связаны и сведены в обмон. Ну, и в итоге получается, там, система Канта, система Гегеля. Да. Но на самом деле мы понимаем, что красота, как бы, да, искусство, и как бы, стоит как-то ортогонально политике, да? Да, да, да. Это как-то не сводится с одной другим. Ну, как, 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 как стоимость? Это неважно раздавать. Видишь, ты опять же сваливаешься в классику. Если ты начнешь говорить о единственности антологии... Это достойно очень сводится в классику. Не знаю. Дело в достойности. Дело в наличии или отсутствии антологии. Просто проблема многомировости, как ты там недавно сказал, много этого, многих антологий, она на самом деле вываливалась из проблемы классической. Потому что классическая, и классическая правда, означает все, что мир один и бытие одно. И мы должны найти единую антологию, когда мы рассматриваемся. Да, да, конечно, конечно, да. Вот именно классический вопрос. Единственное... Я склоняюсь к тому, что вот невозможна единая антология. Даже, скажем, на примере сегодняшнего подхода к бизнесу с процессом, то есть вот событийное описание, это не есть антология. Это просто вот некий универс. А вот каждую отдельную схему я буду рисовать, процессную, структурную, функциональную. Это будет некая антология. Это, наверное, вопрос только в том, что антология, это создается самим человеком для объяснения мира, или антология, которая дается человеку из мира, окна единственная. Он встроен, скажем, в какую-то антологию, то есть как сам поток событий, он встроен в какой-то поток, и это задает его антологию. То есть как раз создает то место, с которого он воспринимает мир. Ну, я понимаю, я... А вот, конечно, несозначенно человек строит себе антологию. Дело в том, что он строит себе антологию, чтобы понимать внешний мир. Нет. Он понимает мир, так как это антология. Или антология дается ему из мира, из гни. И он только что называется... Ну, оно дается, то есть... Ну как, то есть я попал на ту улицу или на ту улицу, вижу мир вот так или сяк. Да, но от этого, сама улица от этого не меняет. Я буду отвернуться, уйти в другую, но улица-то пропадет, не пропадет. Да, да, да. А можно, как бы, проблем не было в несколько игре заострю? Вот, если проблему заострять серьезно, да, и говорить, действительно, о различении сущностей существования, то вообще, говорю, можно предположить, что бытие не одно, что есть на самом деле... Да, да, да. Способ бытие один, способ бытие один. Да, согласен, да. Я об этом и говорю. Нет. Не способ бытия, а именно бытие. Ну хорошо, это на самом деле и способ бытие... Нет, смотри, я могу даже объяснить, в чем здесь разница. Вот смотри, ведь когда мы поклоняемся какому-то античному богу, например, идее власти, ну, Зевсу, или идее красоты, ведь согласись, что речь идет, что мы различным способом пытаемся мыслить бытие. тем способом, что я служу в красоте. Я тем способом, что я служу в власти. Но бытие как бы за этим как бы скрывается в зависом смысле одно. Или все-таки не одно? Не одно. Каждое, скорее всего, не одно. Но обратите внимание, что в зависом смысле это бытие, оно однородно. Все-таки, здесь терминологическим мы постоянно иногда путаемся с сущим или с бытием. С бытием с бытием. Но мы не можем тогда так определить. Если это не сущие, то тогда от какого же опыта? Ну вот я, например, живу... Я живу тем способом, что непосредственно себя осуществляю... Сущим все-таки осуществляю. Да, я себя... Приспринимаемое нечто. Да, я осуществляю себя, скажем, служащим красоте каким-то образом. Где здесь бытие? А в моей непосредственности этой деятельности, непосредственности меня как формы, как принципа построения предмета какого-то, и меня, и результата. Тогда можно сказать, что на этом уровне для всех одинаковое, да? Где? Но тогда можно ли сказать, что это есть антология? Здесь есть нечто... Скажем так, если это нечто универсальное, единое для всех, неразличимое, то это ниже уровня антологии. Антология сама по себе это нечто развлеченное. То есть, когда мы говорим антология, вот мы говорим, а вот это так, это так, это так. Если у нас просто, ну, скажем, как плотина абсолютно, то есть он антологичен, нет, абсолютно не антологичен, да? Потому что в нем нет никаких различий. А антология, различая, возникает на других уровнях. Вот. И тогда антология возникает, да, вот, красоты, антология, служение власти, вот это антология. А на уровне бытия нет антологии. Тогда. Тогда просто неразличенное. Вы немножко в другую сторону уезжаете. Вопрос, если брать просто философскую классическую традицию, всегда считалось, что быть может быть только один глагол. Не бывает быть один, быть два, быть три. Существовать человеку и существовать камень у одной и существовать. То есть и везде, и там, и здесь существовать. Господа, я же продолжаю. Смотрите, просто на самом деле у Хайдеггера определяется разница между существованием человека и существованием камня, скажем, да? То есть вещи существуют одним способом, и постигают. У Декарта нет еще. А дозальные, да, как бы, они существуют по другим, другим способом существуют, и постигают через экзистенциал. То есть ты считаешь, что вещмыслящая тоже под категориями постигается? Нет, вещмыслящая не под категориями постигается, но как бы у этого, у Декарта не за там как изначально вопрос о том. Потому что когда он говорит «я», оно у него не возникает логически из его построения. Он только доказывает, что на самом деле мыслящий, мышление, пока оно осуществляет деятельность, оно есть. А то, что за этим мышлением есть какая-то вещь, мыслящая, это нужно еще доказать. Поэтому, как бы, на самом деле, вопрос с Декартом в этом отношении сложный. Для Декарта вопрос, он ясен, что за вещмыслящая стоит замазан. Само, хотя и само терминология вещмыслящая указывает на то, что вещь протяженная, что вещмыслящая, и то, и другую вещь. То есть и то, и другую постигает категорию. Ну, не знаю, не уверен, сомневаюсь даже очень сильно. Но я хочу, опять обратить внимание. Вот у нас античная философия, вот эта цеховая философия. Я, когда служу красоте, и когда я служу, скажем, силе или торговле, я служу, когда это я почитаю одного бога под разными именами? Или все-таки я всяких разных богов? Нет, как раз наоборот. Почему? Одного бога. Он по сущности бог. Он только наделяется разными оттрибутами. Из-за моей конечности, из-за моей конечности, я его вынужден... Я вот умею только под именем красоты, под именем Артемиды. Человек конечный и боги разные. Нет, они принципиально разные. Или все-таки это различные имена одного бога? Еще раз говорю, вопрос же не состоит как в принятии решения и голосовании, так это или нет. Вопрос состоит в том, что красота ортогональна власти. Ортогональна. Это разные вещи, но они у тебя идеи. Кирпичи, гранитный шар тоже в смысле ортогональны друг другу. Нет, потому что у них есть протяженность. А здесь почему они ортогональны? Потому что они разные миры. Потому что как я говорю, искусство, красоту и политика, это разные деятельности. Да, то есть ты полагаешь, что все-таки это разные боги, а не двоими ни одного бога. Я еще раз говорю, я не хочу решать это голосование. Это из самой сущности феноменологии. Мы никогда не будем, мы не сможем свести искусство в политике. Не сможем. Ну, допустим, вот есть у нас задача. Все, что мы в искусстве знаем, свести к политическим каким-то терминам. Мы не сможем свести. Это разный мир. Это разный дискурс, как говорят французы. Да, они разные как дискурсы, но они, может быть, как форма непосредственного служения, они одинаковые. Я предложил бы, наверное, такой компромиссный вариант. Это использовать иерархию и уровневость. Потому что если мы выделяем некий уровень, и на нем может множество антологий, выделим нижний уровень, на котором бог един, да, и абсолют един, там будет одна антология. То есть антология все-таки, и даже в жизни у нас, в нашей жизни людей, зависит просто банально от уровня образования, от уровня воспитания, у людей разные антологии. А люди без антологии бывают? Нет, наверное, нет. То есть просто взаимодействие с миром... Интересный вопрос. Люди без антологии бывают? Ну, в Нирване, да. То есть я считаю, что посветленный человек в Нирване, можно сказать, что это без антологии. Ну, там нет человека. Там нет, да. Ну, вот, там нет человека и нет антологии. Я-то бы, на самом деле, с Александром не согласен в том сомспекте, что требования иерархии есть, на самом деле, внешние требования. Мир, как устроен, на самом деле, хаотично, как мы видим. И мы должны подражать этому тому, как устроен мир. Он устроен хаотично, и, скорее всего, и вся наша антология тоже должна быть хаотичной. То есть это, на самом деле, идеи тоже французы развивают, что нет никаких иерархий, никаких последовательностей, есть, на самом деле, что-то как корневище. Нет, нет, нет. Афродита не выше Афины. Идея не выше Афина. Развиваются ли Афина? Нет, здесь иерархия идет не о том, что какая-то богиня или какой-то бог в иерархии, а как мы воспринимаем. То есть мы можем воспринимать... Порядочность, да? То есть нет. То есть я могу выслить на уровне, вот, уровень богов, да, уровень единого бога, уровень взаимоотношений между людьми. А почему это не разные, а уровень? То есть состоит вопрос, почему это может разное быть и все. Может быть... Рядом стоящие разное, а вы ставите иерархию. Бог, боги же между собой общались, то есть так же, как люди. Нет, дело не то, что это просто внешнее требование, чтобы была иерархия. Нам хочется все было порядка. Нет, нет, нет. Если мы говорим об антологии, антологии это есть и порядочные. Нет. Может быть, беспорядочная антология? Вот смотрите, вот пример хороший, вот корневище. Вот представьте себе, чтобы мы видели, это мы сверху смотрим, да, как бы вот все растения уходят, корневище. Представьте себе, что мы эти корневища видим. Они что-то беспорядочные, как угодно растут. В каком-то смысле, может быть, наш мир представляет такое многообразие корневищ. Есть даже какой-то термин в ботанике, который Берез использовал для описания своей философии. Когда мы смотрим на мир и используем язык, и видим вещи на тех местах, где они стоят, и все, это способ упорядочения мира. Но это вы и так хотите, понимаете? Мне как размыслить то, что мир упорядочен, это наше желание. Нет, это не наше желание, это наш способ существования, это ваш личность. Это понятно, но он способ, я еще... Нет, если мы сейчас с вами разговариваем и даже спорим, но все равно понимаем, взаимодействуем, это уже способ упорядочения. Да, это, конечно, так. Но надо вопрос упорядоченности мира отличать от антологии. Потому что вопрос упорядочения – это вопрос языка. Что действительно, я, исходя из собственных каких-то понятий, я мир в том-то мире сортирую. А, в самом деле, рядом со мной сидит Бушмен, он его сортирует по другому принципу. Но это не антология. А почему она антология? А я считаю, что это антология. То есть способ видения мира – это есть антология. Способ видения мира – это способ разрешения чтойности. Давайте, да, подерживаясь по словам антологии. Подожди, ну вот, да. Нет, внутри способа сортировки есть антология. Сама сортировка не антология, но внутри него она позируется... Нет, может оказаться, что антология у Бушмена и у меня, против всех нашей разницы, одна и та же. Вот Декарт же нам говорит, что у нас одинаковая с Бушменом антология. Так вот, я и предлагаю решить, что на уровне Декарта у вас одинаковая антология, а на уровне религии у вас разные антологии. То есть, скажем, есть какие-то элементы, когда мы выделяем вещи протяженные, на этом уровне у нас может одна. А что-то мы начинаем искусство и политику рассматривать, там наши антологии расходятся. Поэтому я и говорю, что на нижнем уровне антология одна у всех может быть, а когда мы начинаем рассматривать разные аспекты существования и разные деятельности, на уровне деятельностей, у нас очень расходятся антологии. В тот же политике... Не уровень, а смотря на то, что мы рассматриваем. Не на что, не на что, вы перешли к какой-то... Какое пути мы рассматриваем? Ну, по психологическому разговору. Вопрос не в том состоит, что у какого-то человека, у каких-то людей это разные антологии. Вопрос же не в этом состоит. Вопрос в принципе, какие могут быть антологии. Это не важно, люди придерживаются этой антологии. Да, потому что это мировоззрение, это точка зрения. У людей разные мировоззрения бывают. У христианина одно, а буддиста на другое. Поэтому я предлагаю, если есть разбиение антологии, оно проходит по линии существенного разлома. Допустим, там, пространство и время, или там, мышление, ощущение, там... Я считаю, что ситуация еще более радикальна. То есть не в этом смысле происходит разбиение. Оно производит как-то иначе. Очень важно антологию от мировоззрения отличать. Потому что у буддистов, действительно, она одна. У бушмена она другое. Но вот нам Декарт говорит, что у меня бушмена при разности наших мировоззрений, при разности наших миров, при разности точки зрения. У нас одна антология. С этой точки зрения у нас получается только, грубо говоря, у животных одна антология, а у людей другая. Я не уверен, что у животных есть антология. Я не уверен, что они различают сущность и существование. Смотрите, как бы, вот есть бушмен? Возможно, что да. Существенные есть... Возьмем тогда, не будем брать бушмена, возьмем залуф. Залуф различает. Опять же, я возвращаюсь к аспекту. Существенные есть регионы мира. Если, условно говоря, не живая природа, есть как бы растения. Есть животные, есть человек. Может быть, дальше продолжать, какие-то ангелы, это не важно. Важно состоит в том, что эти разные регионы существенно разные. И мы не можем живое просто понять из неживого и редуцировать одно к другому. С другой стороны, внутри живого мы растения, допустим, и животные тоже не можем соотнести. Не так все это просто. Это существенно разные регионы. И, может быть, если все эти регионы... Я, видишь, уже много рядов показал, что ряды разных объектов, ряды разных аспектов. То есть, допустим, пространство-время, ряды разных дискурсов с точки зрения красоты и так далее. Ведь, может быть, весь мир, на самом деле, вот так вот на все эти регионы разбит. Просто мы, исходя из каких-то теологических соображений, привыкли все это сводить в одно и пытаться присоединять это, редуцировая различия существенно. Вот опять культурный подход. Раньше, как мы считали, что вот есть одна цивилизация, допустим, европейская, она в прогрессии ушла дальше всех, а все остальные отсталые цивилизации. И задача европейской цивилизации состоит в том, чтобы все эти цивилизации ускорить и довести до себя. Потому что считалось, что неизбежно они должны все эти пути, по которым прошла европейская цивилизация, пройти. Потому что они как бы отсталые, а европейцы как бы высокоцивилизованные, они как бы ушли вперед. А теперь как понимают? Теперь понимают, что есть разные культуры. Вот есть культура японская какая-то, есть культура немецкая, есть культура африканская какая-нибудь. И они существенно не ставятся на одну линию прогресса, они существенно не сводимы друг к другу. Это культурный подход. И проблема в том, считать ли эти различия онтологическими или нет? Вот ты, Игорь Сталин. Я постоянно на это тоже посылаюсь. Дело здесь не каких-то там мировоззрений. Здесь есть учительные аспекты, по которым разглавывается наш мир. Вот оно является, да? Есть аспект еще по цвету кожи различий. Является ли это онтологическим или нет? Не является. Ну и по культурным, скорее всего, не является. Во-первых, целая традиция огромная есть, да? Философия культуры, которая говорит о том, что все-таки культуры друг другу не сводимы. Ну? Нет, вопрос такой. А все, что не сводимы? Да они могут и не сводимы, это неважно. Нет, смотрите, алтологи могут быть включены. Чемного нет? Если вы куда-то торопитесь, вы когда вы вскакиваете куда-то, не видите главную-то мысль. Я, если говорить абстрактно, без относительно всех этих примеров, можно сказать то, что вот есть два региона какие-то. И представьте себе, что эти регионы таковы функциональны, что невозможно построить между ними функцию, которая сводит элементы одного региона к другому. Нету такой функции. Да. И придумать невозможно. Да. Они несоизмеримы. Да. Все понятно. Как философия науки, да? Есть как бы несоизмеримость различных концепций. Как время несвоего пространства. Подождите. Несоизмеримость научно-исследовательских программ. Везде говорятся о несоизмеримости. Везде. Сигналчик. Я говорю, а теперь можно кучу примеров привести от несоизмеримости. Вот и все. Понятно. Ну и? Это несоизмеримость. Подозревать, что аллогичная антология лежит на основании этой несоизмеримости. И любят ли одной антологии? Вот, вот, вот. Есть как бы вот разные регионы. Вот, вот, вот. Что вообще-то, да, кипятит. Нет, я не кипячусь. Я просто говорю, как мне казалось, как это все понятно, а вы видите, какой-то цвет кожи, какой-то бред какой-то. Цвет кожи это никакая несоизмеримость, цвет кожи это одна и та же кожа разного цвета. Нет несоизмеримости здесь. Легко свистить. Потому что есть его бы эта выборка. А тут несоизмеримость, существенная несводимость. И только редуцировать можно насилие. Но это дело в том, что, скажем, когда-то что-то считалось, много чего считалось несводимым, да? Нет, наоборот, всегда считалось, что мир единый, все сводимо. Всегда так считалось. Наоборот, сейчас, благодаря только толку мышлению мы поняли, что, вообще говоря, это, фактически, наша желаемость, а не действительность. Мы поняли, что мы желаем единства. Мы хотим взаимодействовать и взвести к этому. Остался открытым вопросом. Действительно, эта несводимость порождает множество антологий или, в принципе, в самой антологии может быть несводимость? Почему у нас антология не должна подразумевать эту несводимость? Она подразумевает. У нас единая такая антология, которая подразумевает несводимость одного к другому. Да. Поэтому вопрос по-многому, действительно, терминологический. Как мы определим антологию? Ну, как учение о бытие, о том, что есть поистине? Ну... Как еще? Классически? Сложно, да. Я с этим не очень соглашусь. Потому что использовать одно понятие через другое еще менее понятное... Вопрос о богах был правильный вопрос. Просто в свое время мы многое обсуждали, и в принципе, в богословии существует проблема, что богов много быть не может, потому что все боги как бы... Бог всесильный по своему определению, а если их много, то они друг к другу соотносят, друг к другу ограничивают и перестают быть всесильными. А в античном мышлении могло быть так, что они не сводились. То есть, вот почему много богов было? Потому что они вот эту всесильность не могли свести к одному. И было много. А потом оказалось, что можно свести. Вот тоже вижу. Нет, нет. Я просто имел в виду, что вопрос состоит в том, что как бы многобожие и однобожие, это не вопрос как бы того, что однобожие доказывается. Это вопрос выбора. Потому что это фактически вопрос как бы... То, что многобожие точно так же обосновано, да? Потому что есть регионы, не сводимые друг к другу. И в каждом регионе можно считать свой бог. Или свое бытие. И поэтому многобожие точно так же обосновано существенно, как и однобожие. Тут нету как бы прогресса. Вообще, мы же всегда считаем в учебнике, есть прогресс. Было многобожие глупые язычники, а потом раз появляется однобожие. Это более логически, последовательно, якобы последовательная точка зрения. На самом деле нет такого, что если на самом деле вдумываться, как устроено, то многобожие точно так же существенно обосновано, как и однобожие. И здесь нету как бы прогресса. Точно так же, как не было прогресса в смысле культуры. Того, что одни народы ушли вперед, а другие отстали. Точно так же, как невозможно, все эти... Может быть невозможно, да? На самом деле, все это гипотетически. Надо все осмысливать. Невозможно свести разные дискурсы к какому-то одному большому дискурсу, который можно было назвать истина. Вот есть некий дискурс истина, а все остальные дискурсы – это просто счастье его. Истина состоит из счастья, которое называется красотой, этикой, метафизикой. Ну, как классический философ подразумевал. Что надо истину эту постигнуть в разных аспектах. Что ничего такого нет.